сегодняшний ролик будет посвящен утеплению скатных кройлей всем привет с вами канал строй крыша меня зовут рафаэль и скажи еще раз что нибудь раз раз проверка свяги а дын а дын сегодняшний ролик будет посвящен утеплению скатной кройлей не просто утепление о правильном утеплению мы на очередном объекте дом из оцилиндрованного бревна утепление будет 200 миллиметров так заехали на этот объект мы три дня тому назад в первый же день завезли материалы это пиломатериал утеплитель на второй день были закуплены изоляционные материалы это пара гидроизоляции скотчей клея кровельный пирог состоит из нескольких слоев это первое со стороны помещения пар изоляции она должна быть максимально герметично проклеена дальше идет слой утепления это минимальный слой утепления для средней полосы это 200 миллиметров а лучше сделать 250 миллиметров дальше идет слой гидроизоляции контрабрешетка минимум 50 миллиметров шаговая обрешетка и само кровельное покрытие на нашем объекте будет металлочерепица а что за шаговая обрешетка подшаг металлочерепица специальная специальная ну есть размеры которые нельзя нарушать до деревянная обрешетка из которой из 25 на 100 на 150 если наружится шага обрешетки то самореза не попадут в штатные места ну конечно чем больше тем лучше потому что увеличивается тепло теплопровод ну увеличивается энергоэффективность кровли и увеличивается звукоизоляция в качестве пароизоляции на этом объекте у нас закуплена пароизоляция премиум сегмента это дельта рефлекс в качестве гидроизоляции это супер дивизионная мембрана тавик солид а в качестве утеплителя утеплителя так от компании кнауф это кнауф норд почему кнауф норд два года на разных объектах мы использовали утеплители разных производителей и вот за эти два года мы для себя выяснили что кнауф норд отвечает всем нашим требованиям так как имеет топовые характеристики и так как мы отвечаем за свою работу мы отвечаем за свою работу поэтому на каждом объекте мы стараемся выбирать топовые материалы как на этом объекте финишное покрытие на этом объекте будет металлочерепица от компании грандлайн почему мы работаем с грандлайном потому что это основной производитель кровельных материалов в московском регионе они отвечают за свое качество мы уверены в этом поэтому постоянно заказываем кровлю от компании грандлайн и ни в коем случае никогда нельзя использовать пенопласт пенополистирол на кровле это во-первых в монтаже щели потому что при монтаже запенил а дерево все постоянно движение расширение сужения пена лопнет это мостик холода второе если начнет гореть это все караул выделение вот этих разных газов газов которые токсические вещества такси которые выделяют особенно пенопласт есть группа горючести есть группы токсичности и дорого не пина для пенопласта это утепление от моски фундаментов и там бетона как бы куда и что стены не рекомендуют вообще там нельзя закрывать пары пары ну типа это пароизоляция сегодня к нам на объект приехал представитель компании кнау александр для того чтобы более подробно рассказал об утеплителе о всех нюансах монтажа производства ну и для того чтобы познакомиться всем добрый день спасибо рафаэль что пригласили рад знакомству наконец-то познакомились да сегодня как представитель компании кнауф инсулешин я хочу рассказать про наш топ и утеплитель кнауф норд главными его отличительными характеристиками является то что при изготовлении утеплителя кнауф норд мы не используем фенол фраболегидные смолы это очень важны потому что фенолы это по сути не то что приносит организму здоровье до утеплитель имеет хорошую упругость хорошую восстанавливать утеплитель не горит мы это посмотрим за счет того что мы можем поджимать это сказывается на логистике больше объем ходит утеплителя в пайку в машине в пачке и вместо например тяжелого утеплителя одной пачкой мы поднимаем на крышу сразу объем в два раза больше скажем так существенно и вам как бригаде работающего уже это наверное заметили быстрее происходит подъем на крышу утеплителем александр вы вот сейчас сказали что без мол а что это означает все утеплители изготавливаются из основного компонента данном случае это кварцевой песок бывают другие утеплители на основе там каменных пород и обязательно мы должны эти волокна образовать волокна и связать это эти волокна между собой в данном случае утеплитель изготовлен по технологии экос без при на пин филос продагидных смол вот смотрите вы построили дом в данном случае здесь утепляется кровля и кровли летом нагревается зимой дом нагревается изнутри и есть вероятность того что ни один производитель может прогарантировать что произойдет полная стопроцентная прелимберизация то есть перехода из жидкой фазы связующего в твердую и это какое-то количество может находиться при нагреве соответственно эти летучие вещества они потихоньку выделяются если они вредные но это не наша история у нас у нас экологичные до материала то они постепенно попадают человеку в организм человека через легкие накапливаются и этом если и фенольные вещества это со временем может вызывать онкологические заболевания в нашем случае этих вредных веществ нет и поэтому мы спокойно гарантируем что гарантирую что этих веществ нет и он безвреден для человека как и говорил на этом объекте у нас пароизоляция от компании дельта это дельта рефлекс трехслойная пленка с отражающей поверхностью самое важное для любой пароизоляции это максимальная проклейка максимальная проклейка полотен между собой к фронтоном к стенам у деревянного дома есть нюансы это усадка при увеличении влажности происходит движение поэтому когда монтируем пароизоляцию в деревянном доме обязательное условие это необходимо оставить компенсирующую складку для того чтобы при шевелении пароизоляция у нас не порвалась не растянулась ну и есть несколько способов как смонтировать пароизоляцию в деревянном доме мы на этом объекте применили запил это изначально делали бендопилой запил после этого туда наносим клей для пароизоляции дельта тикс и уже подсовываем пленку она где она приклеится и будет уже герметичный контур есть еще один способ это во время строительства стропильной системы делается четверть выбирается четверть а потом пароизоляция клеится к этой четверти и а кусочком где-то примерно 30 сантиметров а пароизоляцию с основного ската приклеим к этой полоске тоже оставив компенсирующую складку ну и самый третий способ это ремонтный когда необходимо каждый проклеит по бревну где это очень неудобно трудоемко и потребует максимальное количество материалов также одним из нюансов складку надо оставлять не только на фронтонах но и снизу сверху для того чтобы будем сверху да вот там и дальше вот обе объясню наша бригада после того как смонтировали пароизоляцию это для того чтобы утеплитель не давил на пленку и ну по пленка не по не повреждалась надо смонтировать поддерживающую обрешетку вот в той комнате у нас уже она смонтирована и для того чтобы изолировать проколы от крепежа мы монтируем поверх стропил уплотнительную ленту это ну чтобы герметизировать проколы от крепежа поддерживший обрешетки и я никогда не устану повторять во всех своих роликах что пароизоляция должна быть проклеена максимально везде и всюду от этого будет зависеть тепло энергия эффективность вашей кровли в этой комнате уже вы видите что у нас смонтирована пароизоляция она проклеена для этого использовали клейкую ленту дельта мультибанд дельта инсайт банд и смонтирована поддерживающая обрешетка между обрешеткой как обычно оставляем около 20 сантиметров и после того как сделаем утепление и даже после того как смонтируем кроли уже надо делать ревизию потому что во время утепления возможно где-то клей отойти то что-то порваться случайно поэтому надо пройти и где оторвалось проклеить деревянный дом это всегда будут щели вот даже здесь можно заметить пока вот мы не стали герметизировать здесь щель поэтому вот перед сдачей надо по всему объекту пройтись и заполнить вот такие щели специальным клеем для пароизоляции дельта тикс есть еще дельта тан но на основе есть растворители поэтому в помещении работать не рекомендуется если работаете если не нашли дельта тикс необходимо проветрить потому что ну возникает такие не очень хорошие голова кружится при работе с дельта там поэтому обязательно условия это помещение если не проклеить нахлёст и примыкание зимой теплый влажный воздух пройдет в утеплитель утеплитель намокнет потеряет свои свойства в доме особенно в на мансарде сколько не топи тепла не будет а при оттепеле польется конденсат деревянные конструкции на деревянной конструкции появится плесень что приведет со временем к их разрушению а некоторые после того как смонтируют пароизоляцию сразу же финишную отделку мансарды ну монтирует прямо по по стропилам поверх пароизоляции тем самым если монтировать сразу финишную отделку к стропилам во первых от крепежа доверяются пароизоляция во вторых поддержки почему нужно поддерживать обрешетка все коммуникации это электрику можно спрятать между досками поэтому мои рекомендации всегда делайте поддержку обрешетку вот смотрите почему нужна поддержка обрешетка особенно с пароизоляции с отражающим слоем потому что отражающий слой работает когда между финишной отделкой есть зазор вот тогда он работает и возвращается в помещение процентов 10-15 тепла тепла как бы в данном случае у нас утеплитель кнауф норт толщиной 50 миллиметров в данной пачке находится у нас 9 квадратных метров если например сравнивать с плотными утеплителями они в среднем там не более 6 квадратных метров то здесь у нас порядка 30 квадратных ой 30 процентов больше чем в плотной вате теплопроводностью это утеплителя 033 бывает утеплитель 40 35 36 это 033 чем ниже это значение тем более энергоэффективную утеплитель более теплый скажем так для московской области норматив по изоляции кровли так скажем термическое сопротивление по нормативу в скатной кровли должно быть 4,02 ватта если мы утепляем 200 миллиметров данным утеплителем дома достигаем аж 5,12 ватт соответственно это на 27 процентов у нас запас от норматива таким образом в данном случае заказчик дома будет иметь с запасом энергоэффективную кровлю то есть он будет сберегать тепло а сбережение когда мы сберегаем тепло мы экономим средства на отопление отопление дома давайте вскроем посмотрим его характеристики более там познакомимся ближе вот мы видим утеплитель чуть-чуть набирает массе но поскольку этот утеплитель более плотный мы его сильно не подвергаем компрессии да но наш утеплитель имеет длинные переплетенные волокна и у него не очень высокая плотность потому что она не нужна и эти упругие волокна хорошо как мы видим до встают в распор между стойками каркаса если на в данном случае между стропил по стропильной системе мы поджимаем на один сантиметр волокна напрягается и у нас не будет давать усадку и также за счет длинных упругих волокон утеплитель имеет такие свойства да что он в итоге как бы он не пытались сломать повредить он всегда будет восстанавливаться он имеет хорошую там форма стабильность он не ломается мы его там если резко испачкаю как-то что-то дернули мы не можем сломать и бывают такие истории стройка же да где-то что-то неудобно наступили там лежал допустим утеплитель ну случайно споткнулись не увидели утеплитель от этого не повредился даже не остались следы от ног или мы например возьмем более существенный тест утеплитель все равно набирает свои габариты поскольку на данной кровали идет утепление сверху по моему мнению это самый такой более быстрый вариант наверное вы с этим согласитесь и можно полностью более качественно проводить утепление нежели изнутри когда идет вот и вдруг бы сейчас слегка испортилась погода и пошел бы небольшой дождик да я вам покажу как наш утеплитель защищен от дождя утеплитель у нас находится аквастатическая добавка силиконовая и по утеплителю вода просто стекает он не набирает влагу но если вдруг будет большой дождь или еще что-то он наберет воду если его положить в проветриваем помещение просто на улице он просохнет немаловажный вопрос при строительстве дома и про эксплуатации это горючесть материалов а именно при горении выделяется все вредные вещества утеплитель не загорается не воспламеняется и но нету запаха резкого запах как раз выделяет фенольные связи мы убираем пламя нету дыма нету огня нет поддержания огня нету тлини и нету резких запахов даже это вроде как типа корочка что ли ну вот они же горение чтобы но кислород там чтобы да но он все волокно сгорает в наш температура горелки порядка пропана пропанового газа пропана порядка 80 90 900 градусов а температура плавления стекла но кварцевого песка чуть больше чуть ниже 800 градусов и он соответственно весь и выжигает сначала уходит связующие то молоко начинают просто сплавляться и самое важное для потребителя до для пожара не дай бог конечно пожар но данный утеплитель он не будет тушить убирать огонь но он и не будет давать дополнительных вредных веществ и соответственно добавлять пламени сам утеплитель не воспламеняется и не горит еще бы хотел сказать и вы это точно уже знаете что утеплитель очень достаточно комфортный приятно на ощупь он меньше пылит чем другие утеплитель пресс плотной тяжелой ваты и нету во время монтажа вот этой что чешутся руки еще что-то я вот провожу часто показанности эксперимент что вот он не колется нету никаких от него таких неприятных ощущений уже сказал что утеплитель хорошо держится в конструкции за счет длинных упругих волокон он со временем будет давать усадку и мы как производители гарантируем и мы можем подтвердить документально проводили испытания в институте что утеплитель срок эффективной эксплуатации минимум 50 лет и также данный утеплитель помимо скатной кровли как утепление снаружи так изнутри можем использовать так мы можем использовать вертикальных стенах каркасном доме полы по лагам межэтажное перекрытие чердачное перекрытие и в качестве заполнения в каркасных каркасно-пшевных перегородках я более подробно сказал про утеплитель что скажете скажу вкратце значит мы сделали правильно выбор спасибо желаем хороших объектов уверенных заказчиков и качественных материалов то что у вас уже есть на этом закончился этот ролик всем кто смотрел большое спасибо всем здоровья удачи и до новых встреч на новых объектах